Тульское служивое население 16-17 века Пошла такая тема загадок, каких-то расследований, дел И вот поэтому нынешняя тема называется загадки 16-17 веков Что мы знаем о населении Тульского края Ну сегодня день в принципе знаменательный 16 мая Сегодня в нашем основном музейном комплексе на Куликовом поле Так называемом Маховое Открывается выставка государева стража Которая посвящена в принципе тем же самым проблемам Которые я сегодня попробую немножко осветить Конечно же сегодня мы загадки особо не решим Потому что тема эта очень большая, очень объемная Требует немалого количества просто времени для исследования Хотя бы тех документов, которые у нас сейчас в доступе Но по крайней мере я обозначу те самые проблемы Которые существуют перед историками В том числе и Тульского края в настоящий момент Вот значит это я немножко хочу показать вам выставку Которая сегодня открывается Ну вернее уже открылась Она открылась сейчас дня Значит там Немножко темновато Но там можно будет Я некоторые материалы с этой выставки буду использовать Так что и карты, какие-то схемы вы сейчас увидите Там представлены впервые наверное Ну в современной России не знаю Или даже за более раннее время Представлена комплексно проблема защиты Московского государства в 16-17 веках На нашем южном рубеже То есть это и засечная черта Это и полевые крепости Которые были построены за засечными рубежами Ну и в общем и как бы быт И военная служба И иерархия служилых людей То есть все это мы постарались Как бы свести воедино Ну и кроме того Очень много там археологии Причем археологии местной Нашей найденной На памятниках именно С того времени Это крепости Дедилов Тула Епифань И какие-то крапивны другие Вот Ну и Немножко там конечно реконструкция Потому что сейчас без этого никуда Но тем не менее Вот обратите внимание Наверху Висят флаги Которые мы Реконструировали по описанию В документах Из Тулы Из Адоева Значит Найдены были нами Описания этих флагов Старинных служб Так называемых И вот Представили Для публики Это Макет Острожка У Так называемых Орловых ворот Северной Крапивны Это Пока На сегодняшний момент Единственный комплекс Сохранившийся И Обследованный Археологами Такого плана То есть Комплекс У ворот То есть На проходе Через засеку И Макет Этот Сделан По Археологическим По археологическим Исследованиям И По письменным Документам И В принципе Он Ну Более Наиболее Наибольшим Образом Скажем так Совпадает С Видимо Реальностью Там Вы можете Увидеть Вот там Большая Проездная Башня Которая Действительно Была Одна В Которая Стояли Пушки В то Время Здесь Ворота С Некой Настройкой Наверху И Слева От ворот Это Вот Небольшая Пятиугольная Башенка Это Башня Над Колодезным Сругом Который Был Выведен Подземным Ходом В смысле Ход к нему Был Подземным И застрого Ну и в том числе И Поверху Так сказать Существовал Ну Это Раздел С вооружением Снаряжением Воинов Служилых Людей Вот Так Вкратце Как бы Ну а теперь Займемся Теми самыми Загадками Которые Я Обозначил В принципе Загадки Которые Существуют В настоящий Момент До сих пор Существуют При Причем Надо сказать Почти Двухсотлетнем Изучении И нашего Края И служилого Населения Вообще Первая Загадка Откуда Взялось Это Население Потому что Наша Территория Она Заселенная Вновь Ну Если не полностью То наполовину Точно И Естественно Населения Здесь Было Очень Мало К моменту Присоединения К московскому Государству Вот На этой карте Вы Видите Первоначальную Систему Обороны Южного Рубежа После того Как начались Крымские Набеги В 1507 Году Спустя Где-то Лет 10-15 Была Создана Система Вот Эта Голубая Линия Это Система Рубеж Вдоль Акии Так Называемый Берег И служба Там Называлась Береговая И Туда Выставляли Полки Ежегодно Иногда И более Часто Соответственно С опасностью Которая Возникала И Эта Линия Базировалась На Старой Крепости Ну Которая Обозначена Желтеньким Которые Существовали К 16 Веку Единственное Что здесь Серпух Показан Был здесь Построен В середине 16 Века Каменный Кремль В Кашире Был создан Деревянный Кремль В 1931 Годах Закончен И Две Новые Крепости Зарайской Тула Которые Были Построены В 1531 И 1520 Годах Соответственно И В общем Это Был Непосредственный Рубеж Который Пытался Защитить Москву От Крымских Набегов Ну Как бы Все развивалось Государство Ширилось И Развивалась Сама Система Служивых Людей То есть Тех Которые Выполняли Именно Как раз Функции Обороны И К Времени Ивана Грозного Начала Складываться Ну Вернее Она Практически Сложилась Вот Значит Основу Войска Составляли Служив люди По Отечеству Которые Происходили Из Так Называемых И Слуг Вольных Бояр Еще Прежних До Так Сказать Периода Московского Централизованного Государства Из Каких-то Удельных Княжеств Все Это Начало Выстраиваться В единую Систему И Значит Для того Чтобы Управлять И Ими И Их Так Сказать Поместьями Водчинами Которые Выдавали Им За Службу Начала Складываться Система Приказов То Есть Ну Так Тогдашних Прото Министерств Вот И Главные Приказы Которые Ведали Землями Это Ну Не Землями А Выплатами Поместенный Приказ Который Ведал Всеми Земельными Описаниями Государства И Так Называемые Чети Или Четверти Происхождения Их До сих пор Довольно Туманно Но Как бы Считает Что До Казанского Похода Русское Государство Делилось На Третий Финансовый Который Финансовыми Делами Ведали В государстве И После Присоедения Казани Образовалась Четвертая Часть Поэтому Получились Чети Ну Четь Это Сокращенно Четверть Поэтому Довольно Распространенный В то время Термин Ну И Он Ведал Финансовыми Выплатами То есть Денежными Выплатами Служил Людям Которые За Свою Служу Получали Какие-то Вознаграждения И Самый Главный По Военным Делам Разрядный Приказ Который Ведал Всеми Назначениями Службами Всех Этих Людей А вот Люди Эти Видите Они В столбик Тут стоят Ну Конечно Бояр На нашей Территории Бояре На нашей Территории Были Только В качестве Воевод Причем Самых Главных Воевод Либо Полков Либо Иногда Тулы Часто Тулы Ну И Ну Остальные Вот У нас Бывали Как бы Периодически Но тоже Вот До Выборных Дворян Как бы Все эти категории Были Принадлежали К московским Категориям Служивых Людей И Это были Как бы Это была Верхушка А Остальные Выборные Дворяне Дворовые Дети Боярские И городовые Дети Боярские Это вот Как раз Первые Служили Люди Которые Появились У нас На территории Со строительством Новых Крепостей С Развитием Новых Земель И Вот Одна Один Из вопросов Который До сих пор Еще не Прояснен Звучит Так Откуда Они Вообще Появились То есть Ну Есть Мнение Что Дети Боярские Все Эти Это Изначально Ну как Какие-то Служивые Люди Например Рязанских Князей Которым Когда-то Ну Принадлежала Тула Или там Будут У нас Еще Адовьевские Князья Воротын То есть Все Всех Вот этих Удельных Княжеств Которые Присоединяла Москва И Вроде бы Как Довольно Это Звучит Логично Но Уяснение Связей Фамильных Родственных Например С тем же Рязанским Ну Будущим Дворянским Дворянским Я буду С рязанскими Детьми Боярскими Вызывает Вопросы У Тула Например У той же Больше Связей С Каширой Коломной С Серпуховым С кем угодно Он только Не срезает И Отсюда Возникает Предположение Они Не Пришли Или они Вот из центра То есть Переселенные Например Там С других Мест Может быть Дверь Еще что-то Какие-то Другие Территории Потому что Вот Например Все вы наверняка Знаете Фамилию Мясновых Ну Мяснова Знаменитый Район Наш Вот Это Как раз Каширские Дети Боярские Которые Сами Пришли Из Коломны И Таким Образом Очень много Получается Сухотины Лихоревы С одной стороны Вроде бы Есть и в Рязани Но Связи У туликов У тульских Сухотиных Именно с Каширскими И коломенскими Больше Идут То есть Получается Такой Момент Что Ну Мое Предположение По крайней мере Что Скорее Всего Тут Было Централизовано Именно Не Без Привязки К Местным Местным Условиям Заселение Новых Территорий Именно Своими Людьми Из центра Ну А остальное Уже Там Как бы Началось Как бы Побочно Происходить То есть Остальные Какие-то Земли Осваивались Другие Дети Боярские Примыкались Сюда Переселялись И еще Что-то В этом Родине Ну Это Вот Первая Проблема Загадка До сих Пор Которой Пока Еще Нет Разгадки Но Надеемся Что она Будет Ну И Также Появляется Новое Население Это Вот Правой Части Это Так Называемые Служивные Люди По Прибору То есть Люди Которые Прибирались Набирались Не по Одесничеству А вот По Воле Это Были Вольные Люди Должны Были Быть Ну Хотя Конечно Наверняка Бывали Моменты Когда Какие-то Беговые Крестьян Не могли Объявить Себя Вольными Людьми И Проверить Это Зачастую Было В общем-то Невозможно Ну А К ним Значит В первую Очередь Относились До 1550 Года Относились Пушкари Различные Вот Пушкари Затейщики Это Я Поподробнее Расскажу Кто Это Ямские Охотники То есть Ямщики И Для них Были Начали Создавать Тоже Особые Приказы Которые Ведали И Их Землями И Их Службами Потому Что С Ростом Государства С Ростом Городов В том Числе И на Нашей Территорией Проблем Становилось Больше И Больше Вот Значит Немножко Служивые Люди Дети Боярские В походах Дальних Ну Или Созданием Берегового А потом На нашей Территории Был создан Украинный Разряд Они Должны Были Участвовать Уже Украинных Полках Большой Полк Стоял На Толе Ну И Остальные Там Два Полка Стояли Там То В Крапиве То В Дедилове То В Новосиле Немножко По-разному Ну А С развитием Так сказать Южного Направления Московское Государство Начало Устраивать Засики И Соответственно Самые Мало Обеспеченные Дети Тульского В основном Уезда Одвоевского Ну В общем Они Стали Привлекаться К службе На Засиках Ну И Еще В более Еще чуть Позже Начались Началась Разведывательная Деятельность Русской Армии То есть Выставляли Станицы Исторожие В поле Для того Чтобы Предупредить О приближении Крымчаков Туда Назначались Соответственно Тоже Самые Младшие Статьки Уездные То есть Несколько Человек Например Вместе С казаками Выезжали В поля И В степи И значит Наблюдали За тем Чтобы Враг Не прошел То есть Их задачей Была Своевременная Доставка Информации О Прорыве Где-то Крымского Войска Крымского Крымского